Это соцопрос, на кого я похожа из 7 кардашья. Я похожа на Кэндл Дженнер? Нет. Пишите, похожа ли я на нее. Оторвалась ли у меня сейчас ресница на правом глазу? Всем привет! Блин, не очень хочу начинать видео не накрашенной, поэтому... Всем привет! Я Дарья Кей. И сегодня мы будем повторять макияж Кэндл Дженнер. Не Кайли, не Ким, а такой вот сестрички, которую, может быть, не все знают. Кэндл Дженнер, но я думаю, каждая знает Кэндл Дженнер. Кэндл, в отличие от Кайли, не занимается производством косметики. Она ходит по подиуму. Много модных домов ее уже признала, и она разгуливает на их подиуму с большой радостью. И сегодня я хотела бы повторить макияж ее. И это не совсем классический вариант, типа на строгом нюде. Тут есть все-таки такие интересненькие штучки. Так что, если вам интересно, то погнали! Погнали, я думаю, вам интересно, раз вы кликнули на эту ссылочку. Это одна из сестер Кардашьян. И, естественно, что бы первым делом сделала Кэндл, посмотрев на меня, переоделась. Она бы меня просто взяла бы из этой футболки, вытащила бы и засунула, думаю, в какое-нибудь платьишко. После того, как я переоделась, мне нужно сменить цвет волос и немножечко сделать свою кожу более загорелой, побронзовее. Для того, чтобы забронзировать тело, я возьму немного корректора темного, смешая его с тональным кремом, который тоже темноват. Плюс добавлю немножечко молочка для тела. Кофеек пошел. Даже не знаю, как мне удалось вообще абсолютно не загореть этим летом. Хендмейд автозагар нанесен. Теперь я хочу все это дело закрепить и нанесу бронзер. Сухой бронзер от Catrice на ключицу. Конечно же, последним аккордом для того, чтобы закончить нам зафиналить тело, так скажем, это будет хайлайтер. Хайлайтер Softened Gentle от MAC. Золотистый хайлайтер. Разница, я думаю, колоссальная. Сейчас нужно подтянуть лицо, а декольте уже выглядит очень даже фотогенично. У кэндл темное длинное каре. Сейчас мы посмотрим, что можно с этим паричком сделать, как его, может быть, подобрезать даже. У этого парика даже специальная сетка, чтобы я могла под свой лоб обрезать. Клеить парик? Ребята, серьезно? Что я не буду этого делать? Я, по-моему, только черный клей остался. Попробую сейчас приклеить парик на лак. Это возможно. Надо стричь парик. Кто-то, наверное, обрадовался. Я вот, допустим, не очень. Анализируем. У нее чаще всего либо какие-то смоки. Ну, так у всех, всей семьи Кардашин. Это не очень интересно. У всех акцент на ресницы. Редко можно встретить кэндл, но, в принципе, можно с красной помадой. Но мне не очень нравится этот образ. Он тоже влажный. Вот, кстати, Кайли. Чем примечательна кэндл из всех сестер? Тем, что, мне кажется, по крайней мере, на первый взгляд, она использует меньше всего косметики. Поэтому я хотела бы сделать вообще легкий тон. Herborean BB Drops. Это капли, которые создают baby face. И смешаю я это все с тональным кремом во втором оттенке от Bourjois Healthy Mix. Прям легкий получится тональный крем, на который, естественно, я положу немножко контуринга. Изблизи немного лицо фикс-плассом. Также спонжик. Интересно вообще, сколько людей знает, кто такая кэндл Дженнер у нас в России. Потому что не скажу, что прям много людей наблюдают за семьей Кардашьян. Знают Ким, но не знают, кто такая кэндл, кто такая Кайли. Но Ким Кардашьян реально знают все. Я использую все тот же кремовый контуринг от Kat Von D. Я набираю именно прям спонжиком теплый, темный оттенок. Мне нужно прям максимально затеплить все лицо. Потому что оно у меня очень холодного, какого-то землистого пока что оттенка. Поэтому местами можно добавить три эти цвета, потому что вот этот потеплее. Сейчас мое лицо действительно выглядит, как будто бы я копала все лето картошку. Чтобы у меня был максимальный бронзинг, и он сиял просто из космоса. Это иллюминайзер от Catrice. Sunlight Serum. Вообще, это скорее всего такая штука, которая наносится перед макияжем. Я чего-то недопонимаю. Я ее просто только что нашла, не обессудьте, как говорится. Хайлайтер. Беру свою козочку. И буду, естественно, сейчас все шлифовать, зашлифовывать просто. На тех зонах, где мне сейчас нужна плоская поверхность, я возьму светлый кремовый продукт. Любимый трюк семьи Кардашин. Наносить под скулу белый продукт, чтобы она выглядела более точеным. И с другой стороной я это все подтушевываю. Такой трюк визуально вытягивает скулу. У меня есть треугольников под глазами. Они будут просто определенной формы. И в самой верхней части лба я нарисую себе тоже небольшой хайлайт. Ну и чтобы мне это все зафиксировать, я возьму рассыпчатую пудру. Это у меня Beauty Drugs. Наберу ее на крышку. И совсем небольшое количество, реально, потому что все-таки у нее натуральный макияж. Большинство злодиев. И нанесу это все под глаза. Около носа нужно обязательно все запудрить, чтобы эту часть нам удалось максимально скорректировать. Оставляю все так. К лицу мы еще вернемся. А сейчас я перехожу к бровкам. Бровки. Выщипывать я их не хочу, но нужно как-то их откорректировать. Но, думаю, единственным решением это будет сделать просто зачесы бровей вверх. Я видела, кстати, на некоторых фотографиях, у Kendall были немного не откорректированные модельные брови. Она же модель все-таки. И поэтому может себе позволить не так, как Кайли сильно выщипывать их прям до ниточки. Поэтому я беру карандаш, зачесываю брови наверх. И по верхней части прям начинаю прорисовывать бровь, которая мне нужна. Внутри бровь пока что я не прокрашиваю, просто рисую наверху. Теперь я беру корректор. Брови готовы. Осталось их зачесать гелем. Это прозрачный гель от Rimmel. Он просто создаст фиксацию волосткам, которые я волосткам. Вы видите эти огромные глаза? Как я сделаю их? Помимо разлетающихся бровей, у Kendall огромные просто. Огромнейшие глаза. Я попробую себе наметить складку века. Светлый карандаш сена, его матовую сторону. Это может быть консилер, вообще любой. Лучше, конечно, чтобы он фиксировался. Но я сейчас зафиксирую матовыми тенями. Я беру светлые тени и наношу их на века. И набираю светло-коричневый оттенок и дублирую им складку, которую я нарисовала. Я сейчас беру пушистенькую кисточку и подтушевываю. А на подвижном веке я создам вот этот вот сияющий эффект, чтобы не было так скучно. И нанесу жидкие тени. Это тени от Essence. В принципе, вообще пройтись по всему веку. И выхожу на внутренний уголок глаза и на нижнее веко. Но это еще не все. Я закреплю все вот такими вот бронзовыми тенями. Это будет прям полупрозрачное покрытие. Розоватый лиловый будет проглядываться, но просто не так явно. Бронзовый оттенок я брала в палетке от Sigma. Это Nature Swollen 2. Я не рисую стрелку, я продолжаю межресничное пространство, продляя его чуть-чуть вниз, как у кореянок. Я подкручиваю, прокрашиваю ресницы, но тут без накладных вообще не обойтись никак просто. Ну а перед тем, как наклеить, я использую тушь Vivienne Sabo Cabaret темную. Мне нужны очень большие глаза, и поэтому я беру очень большие ресницы. Эти ресницы можно найти на Али, но они просто огромные. Черный клей Duo фиксирую на пальце в скрученном положении ресничку, чтобы легче было надеть на глаз уже в дальнейшем. Этому клею надо немного подсохнуть. Также в этом мне помогут вот такие вот щипчики. Ресницу я специально не подрезаю, боже мой, какая она огромная. Клею ее прямо на стрелку, чтобы увеличить разрез глаз. Вот этот лайфхак реально работает. Если вы хотите изменить разрез глаз, что реально не рекомендую, то можно наклеить ресницу на стрелку, и как бы разрез глаз вытягивается. Возможно, нужно было наклеить что-то поменьше, но я тогда бы не была сестрой Кардаши, если мои ресницы были бы меньше 5, блин, сантиметров. Я сейчас накрашу нижние ресницы, потому что я их забыла накрасить, блин. Я заметила, что у Кэндл очень такие нейтральные, очень светлые бомбы, и акцент больше идет на глазах. Поэтому я старым добрым способом замажу их консилером. Я беру румяшки от Риммель и немного пройдусь, немного. Вот вам. И доконтурирую нос, как я и планировала это сделать, немного в конце. А после это место мне нужно сделать чуть шире, чем мой нос. Теперь самое интересное, светлый цвет. И мне нарисую блики на носу. Ну вот, нос очень сильно все меняет. Надо не забыть про квадратненький подвородочек. Так, и посередине такая засечка. Собственно, вот такой вот у меня макияж получился. Если вам понравилось, то ставьте лайк и пишите в комментариях макияж, чей бы макияж мне еще бы повторить. Мне очень нравится, что он получился нетипичным, по крайней мере для меня. Он получился в таких розоватых, коричневатых тонах. Похоже, но на праздничный вариант какой-то макияжа. У Кэндалл не так много объема. Я вот с этим париком больше на кайзе похожу. Мне кажется, надо спросить у народа. Так что погнали на улицу. И непостоянная рубрика на моем канале. Поспрашиваем у народа, похожа ли я на Кэндалл Дженнер. Погнали. Найдем самую модную девчонку. Ту, возможно, которая работает даже моделью. Она обязательно должна узнать Кэндалл Дженнер в моем лице. Людей нет. Можно было еще позже выйти из дома. Там в 4 часа утра, к примеру, типа. Хотим узнать мнение людей на улице в 4 часа утра. Кэндалл Дженнер я похожа? Литл Битт, да. Ну, может быть, да. Кайли Дженнер? Ну, почти. Я из семьи Кардашьян Дженнер кого-нибудь напоминаю? Нет. Кого из знаменитостей я вам напоминаю? Никого. Киру Найтли, может быть. Киру Найтли? Да. Ну, спасибо, спасибо за ответ. Спасибо. Кира Найтли. У меня смылся макияж уже, скажите честно. Потек? Я не могу в таких условиях работать. Я не понимаю, почему никто не хочет отвечать на мой вопрос. И прекрасная погода. Снег всего лишь идет. 10 часов вечера. На кого я похожа из семи Кардашьян? На ким? Может быть, кто-то из семи Кардашьян? Нет. Это соцопрос. На кого я похожа из семи Кардашьян? На кого я похожа из семи Кардашьян больше всего? Ой. На самую старшую. На самую старшую? Спасибо. Я Крис Дженнер? На Кинни Вестер. На Кайли Дженнер. На Кайли. А вы знаете кого-нибудь из семи Кардашьян? Ну да. Кардашьян. Да. Я похожа на кого-нибудь из них? Конечно. Спасибо. Я, к сожалению, не знаю, как они все выглядят. Наверное, нет. На кого-нибудь напоминаю из семи Кардашьян? Нет, наверное. Я похожа на Кэндл Дженнер? Нет. Только если на Кэндл немножко. На Кэндл? Ну, чуть-чуть совсем. Да? Я похожа на кого-нибудь из семи Кардашьян? Да. Да? На кого? Ну, это актриса. Я забыл его. Как? Имя забыл. Забыл имя? Но на кого-то похожа. Спасибо. Спасибо за мнение. К сожалению, 95% россиян не знают, кто такая Кэндл Дженнер. Дело не в моих плохих руках. Просто эта личность абсолютно безызвестна. Пишите, похожа ли я на нее. Оторвалась ли у меня сейчас ресница на правом глазу или нет. А с вами была Дарья Кей. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok